Что это такое? Вообще невозможно, они сделали. Какая-то ракета тут. И это так круто почему-то. На входе мы забываем, что мы зимой. Типа как в лужу поплескаться. Вот эти вот трубы, они... Если молодежь тусит здесь, значит им нефиг делать. В смысле тусить в торговом центре? Ты еще не знаешь, что такое футбол? И ты такой, о, как классно, я хочу туда скорее. Мне кажется, сейчас от меня отпишется очень много людей. Прекращай. Ну и все. И все. Честный обзор. О май гад, здесь каток еще есть. Я помню, когда я здесь видео снимал, здесь краны стояли, а здесь каток уже. Вот какая-то штука торчит из земли. Поясняю. В общем, я приехала посмотреть на Павелецкую площадь, что здесь такого сделали. Очень много говорят об этом месте в Москве. Очень много его представляют, как это что-то такое вообще невозможно, они сделали. Поэтому я решила своими собственными глазами посмотреть, что здесь есть на самом деле. И взяла с собой Богдана. Как взяла? Приклеился Богдан. Я позвала с собой Богдана. Вот почему-то у меня камера запотевает. У него есть даже видео с вырезкой о том, как он приезжает на Павелецкий вокзал. Богдан, мой коллега, он тоже снимает про понаехавших, собирает в своем блоге инструкции и истории о жизни в Москве и переезде сюда. Ну и так как, в отличие от меня, он бывал на Павелецком вокзале чаще, я решила позвать его с собой помочь мне сделать этот обзор. Оказалось, пока мы ехали на Павелецкую, что это был не первый заезд Богдана. Богдан нагло соврал, постанова. Тайные интригеры, разоблачения блогеров. Я реально приехал с вещами, реально, ну как бы с утра проснулся, в 4 утра ждал метро до пол шестого, что было очень нетеплым временем. Потом я реально загуглил хостел, позвонил, заселился, все дела. Как будто бы первый раз, но на самом деле, сколько ты здесь прожил до этого? До того ведет 9 лет. Чуть-чуть совсем. Не пользовался никакими, блин, привилегиями, я не звонил друзьям, не занимал ни у кого денег. Сколько у меня было, столько у меня и было, и все. Я просто помню те ощущения 10 лет назад, когда ты приехал, и вокруг тебя тут вот такая вот фигня, такая энергетика прет, прям крутая. Особенно, когда ты с вещами, не просто когда приехал там мимо, а когда реально ты с вещами и реально ты едешь, блин, в хостел заселяться, это не передал. Кофе, ну как бы здесь его ставят и оно берет. Ну это я как бы прочитал только что. С сахаром который? Да. Спасибо большое. По дороге на Павелецкую площадь Богдан привел меня в какую-то кофейню, которая находится. Какая-то ракета тут в сторону Павелецкого вокзала, как это бери, беги, Богдан очень горит хороший кофе. Нормальный кофе здесь? Ну не знаю. Ну сейчас возьмет, я попробую у него. И узнаем. В чем смысл это? В том, что здесь вкусный капучино 120 рублей стоит. Ну как бы, ну как вкусный, нормальный капучино стоит 120 рублей. Что бывает не всегда. Позже за кадром Богдан признался, что конкретно эта чашка даже по его меркам нифига не вкусная. Хотя по меркам уровня любителя спешлти кофе здесь хорошего кофе быть в принципе не может. Первое, что я увидела, это что здесь остался еще Новый год. Дома моя елка скоро будет убрана, а на улице вот еще нет. Вот у нас здесь горят огоньки, пасмурная погода как всегда в Москве. Здесь достаточно красиво. Туда же, ребята, есть каток. Причем очень милый такой в европейском, швейцарском стиле. Так, не знаешь, как загончик с елочками, с маленькими заборчиками. Наверное, с очень недешевыми ценами. А мы сейчас пойдем и посмотрим какие там цены. Чур, я не буду кататься. Пойдем прямо туда вот. Каток на площади сделали симпатичный, но по факту совсем небольшой. Гораздо меньше тех, что я видела на ярмарках. Это каток масштабов типа как в лужу поплескаться в детстве, да? Кажется красивая площадь. Не, красиво, ну блин, каток. Тут если я упаду, у меня будут коньки на одном конце, а башка на другом, понимаешь? Вот и весь каток. Антураж Дани вокруг и новогодние огоньки, конечно, нагоняют атмосферу, но в целом небольшой периметр для катания не единственное, что нас здесь смутило. В 550 рублей обошелся с коньками и с билетом. На двоих, да? Не, на одного. 1100 за две персоны, пожалуйста, будьте готовы оформить. Нет, жизнь меня к такому не готовила, я на такой каток не пойду кататься. Я пойду кататься на каток бесплатной в ярмарке московских сезонов. Когда есть такие возможности, я не знаю почему есть катки, которые стоят столько денег. Да что ж, почему ты започиваешь такая? Сама Павелецкая площадь содержит в своей истории весьма скандальные события. Дело в том, что строительные заборы здесь простояли на протяжении почти 20 лет. За это время Павелецкая стройка сменила несколько девелоперов. Строительство начали в 2002 году. По первоначальным планам здесь должен был быть возведен торговый центр «Матрешка Мол». Но в 2007-м долгострой сменил владельца. На этом месте вырыли котлован под фундамент и работы остановились. Из-за судебных разбирательств в отношении собственника банка строительство заморозили. Только два года назад стало известно, что достраивать скандальный долгострой будет известная многим в Москве группа компании. Намеренно упущу ее название. И вот спустя меньше двух лет здесь появляется так называемый подземный город площадью 70 тысяч квадратных метров. Ребята, то что я видела сейчас позади меня это просто что-то фантастическое. Потому что каждый раз, когда ты видишь траву посреди снега, это всегда почему-то бросается в глаза и делает как-то, не знаю, место особенно уютным. И вот здесь вот на входе просто под крышей Павелецкой плазы на секундочку. Плезе. Плезе. Плезе практически. На входе находится вот такая вот травяная зона. И это так круто почему-то. На входе мы забываем, что мы зимой сюда пришли. Да, вот это реально тебя как-то погружает немножко в какое-то лето. И ты такой, о, как классно, я хочу туда скорее. И ты ищешь какое-то открытое кафе, где можно выпить коктейль секс на пляже. Каждые свои ассоциации. Мне кажется, вот эта зеленая зона в летнее время, когда будет тепло, вполне себе вообще даже коворкинг практически на свежем воздухе. Потому что там вот сзади меня вот там вот там вот улица. А вот здесь вот все такое зеленое. Какие-то вот эти вот мраморные лавочки. Может быть немножко холодно будет? А, ну вот, деревянные есть дощечки. Вот, деревянные есть дощечки, да. То есть ты сел с ноутбуком, почилил, кофе попил, передохнул, воздухом подышал. Вполне себе прикольная история. Павелецкий Плаза занял целых пять этажей вниз под землю. Здесь есть кафе, торговые помещения и парковка на 270 мест. Именно стоянка для машин заняла самые нижние два этажа. Чтобы увидеть всю красоту ландшафтного парка, который раскинулся на крыше подземного торгового центра и является его так называемой изюминкой, придется дождаться лета, так как вся эта красота по замыслу дизайнеров должна оставаться на улице. А сейчас, вы сами понимаете, там снег. Вообще торговый центр небольшой. Странный, очень протяженный. То есть вместо того, чтобы ходить по кругу, ты ходишь туда-сюда. Тут, получается, две ветки и, типа, две ключевые точки в начале и в конце круглые. Прикольный каворкинг, средний сегмент магазинов, он такой чуть выше среднего. Известных брендов тут такое, ну, как бы, Юникло, 12 сториз. И, наверное, все остальное идет по сегменту вот 12 сториз, такой чуть выше среднего, больше сегмент. В самом начале с той стороны вообще Лакост у нас встретим, так что это чтобы было понятно. Вообще Лакост, да. И Эппл рядом даже, е-мое. И Эппл, да, продают им видео тут. Ну, в общем, короче, небольшой торговый центр, симпатичный. Тут есть зоны для каворкинга, есть прикольный фудкорт. Он, в принципе, плюс-минус стандартный, но большой. Ну, как бы, для выходных, а сегодня воскресенье, я бы не сказала, что тут супер много народа. Может быть, просто сейчас сезон такой, праздники было гораздо больше, но в целом, как бы, вот так. Я бы сказал, что для выходных сюда, тут супер нечего делать. В Бургер Кинг можно зайти на районе. Если ты не школьник. Если ты не школьник. Нашли для вас офигенный лайфхак для тех, кто не успел сделать новогодние фотосессии, потому что там очень дорогие студии были, негде было встать, занять очередь, потому что все студии были заняты, в общем, прямо в торговом центре по Лилецкому, вот в этом. Есть целая такая фотозона с камином, с оленем, с елкой, с креслом. Вон, Богдан там присел отдохнуть. Все, что надо для новогодней фотосессии, приходи, фотоси, сколько влезет. И это все совершенно бесплатно. Неплохо, я считаю, неплохо. Ты часто вообще ходишь по торговым центрам? Просто так? Нет. А за покупками не часто. Где ты покупаешь вещи? Ну, мне надо, я поехал, купил и все. То есть, ну, не хожу, чтобы там потратить 50 тысяч на купить себе вещей. Мне нужны штаны. Я знаю, где есть магазин, в который я хочу зайти. Я поехал, купил штаны, которые надо, вернулся. В смысле тусить в торговом центре? Ты что не знаешь, что такое футбол? В смысле? В твои годы на гармошке играли губноиды. Это вообще другое дело было. Короче, пришли старики в торговый центр. Чисто Алды здесь. Рассказать, как сейчас отдыхает местная молодежь вообще. Научить жизни молодежи. Сказать, что-то какой-то стрёмный у вас в отдых. Как живут миллениалы. В моем детстве мы гоняли мячик на футбольном поле самодельном, где ворота из акации. И все так не было. Приходилось бегать за мячом. В моем детстве торговых центров не было. У каждого поколения свое, ребята. Вот в Москве, на самом деле, молодежь тусит. Вот именно такие мобы. В том числе, помимо всего остального, у нас есть ребята на районе, которые баскетбол гоняют, футбол гоняют. Их очень много. Но, тем не менее, одно из различений... Тем не менее, торговых центров больше, чем футбольных полей в Москве. Правда? Ты считал? Наверное, еще 30 ПЦ-шек в этом году сдадут. Я читал. Очень-очень много, все равно, тоже футбольных полей. Просто не таких грандиозных. Я шучу, я не утрирую. Ну, конечно же, их хватает. А я зануда. Но, на самом деле, это действительно одно из распространенных тусовочных мест, где молодежь может прийти, потусить. Прийти потусить, поесть один бургер на семерых. Ты считаешь, это плохо или хорошо вообще, что есть такие места? Я считаю, что плохо. Если молодежь тусит здесь, значит им нефиг делать. Они не читают, не учатся, не развиваются, не образовываются. Они пришли... Ой, вот это не я сейчас зануда, по-моему. Встретились две зануды, да? Я считаю так. Лучше, чем бухать по подъездам. Вот что я считаю. Так они бухают здесь. Они в колу перелили там какого-то, какой-то паленки там по карде. И все. Мне кажется, сейчас от меня отпишется очень много людей. Прекращай. Ух ты! Ты видела? Сразу тебя. Макарики, греча, ячка, манка. Пшенка. Берегаты. Да, да. А насчет? В этом ТЦ есть Икея, но походу тут кроме выставочного павильона, не знаю, мы зашли с Богданом посмотреть. Если тут типа склада, если что-то типа склада, но склада тут не видно. Есть вот просто выставка как бы предметов и консультанты сидят, у которых, наверное, все и можно заказать. Как Икея Фом. А какая еще Икея бывает? Ну, есть Икея, где вообще, ну как гипермаркет там до хрена всего. То есть магазин полноценный, где есть склад. Икея, где ты можешь прийти, взять, купить, а здесь просто Икея, как бы студия такая. А давай, давай, в общем, спросим у охранников, а что у вас вот есть такого прям качественного? Чем вот вы прям гордитесь? Чем вы лучше остальных? Чтобы они нам это все дело рассказали. У вас есть разрешение на съемку, не снимайте меня, сейчас камеру разобью, флешку сгрызу. Чтобы избежать такого, мы завернули в первый попавшийся магазин к очаровательным дамам. Есть ли что-нибудь знаковое здесь? Ну, прям чем гордиться? Заргонцы. Ну, например, в океане вот мы были, там этот аквариум. Птица, если вон там. А, ну, это жар-птица или как? Скорее всего жар-птица, но я ее называла птица счастья. Почему именно птица, не знаете? Нет, не знаю. Может быть, какой-то свободный полет. Здесь краны стояли, стройки, заборы по 5 метров. Да, он буквально вот месяц назад, даже меньше месяца. Здесь потому что идет вокзал Павелецкий, соответственно, с аэропорта Домодедова приезжают сюда, и здесь, в общем-то, можно развлечься, покушать, отдохнуть и так далее. Сама Павелецкая площадь – это один из крупнейших транспортных узлов столицы. В сутки это место пересекает около 350 тысяч человек. Сюда входит пересадка с кольцевой линии метро, замоскворецкая линия, садового кольца, трамвайных путей и автобусов. Сам торговый комплекс должен включать в себя вестибюль станции метро Павелецкая и троллейбусную остановку. Но где конкретно они расположены или будут располагаться, я так, если честно, и не поняла. Это вот окно, оно, получается, выходит. Это Богдан. Буддист как-то. А магазин носочков с Ириной, как тебе? Колодочка у нас вот здесь. Колодочка очень хорошего качества, премиального. Очень креативный носочек. Понятно, да? Носочки вообще шикарные. Собственное производство. Чисто в том, что у нас носочки все из хлопка. Ну, средние 399 вот эти. То есть есть немножечко меньше, есть немножечко больше. Потому что там зависит от того. Понял, понял. Высота. Итого я хочу сказать, что от площади я ожидала немножечко чего-то более грандиозного все-таки. Фотографии, которые я отсюда и видела, они были прям такие вау. Прям такое ощущение было, что тут много чего наделали. Но в целом оказалась, собственно, не такая уж и большая площадь. Да, она хорошо украшена, прикольно. Мне в торговом центре понравилась эта история с окнами, которые в виде труб торчат снизу. А вот здесь вот, сзади меня, вот эти вот трубы, они там вот, это, короче, окна. Это самое прикольное, мне кажется, что есть в этом торговом центре на самом деле. Единственное прикольное, что есть в этом центре. Да. Мы искали чего-то просто такого супер уникального, типа как вот большой аквариум там или еще какие-то, ну какие-то развлекательные, кстати, детских развлекательных зон, если кто-то вдруг с детьми. Их нет вообще, они отсутствуют как жанр. От слова совсем. Красивый вокзал. На самом деле вот антураж зданий, которые вокруг, вот они вообще топ. Вот они очень красивые. Здесь можно сделать хорошие, красивые фотосессии. Ну и все. И все. Я аж зазевался по впечатлениям. Все, все. Честный, честный обзор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И если хотите видеть мои другие видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Пишите комментарии, как вам этот ПЦ и хотели бы вы видеть какие-то... Все по классике, да? Хотели бы, может быть, видеть какие-то другие торговые центры, обзоры. Пожалуйста, я сделаю, если вы напишите. Во всем остальном подписывайтесь на канал Богдана. Очень классные новости из Москвы и не только. И увидимся в следующих выпусках. Татьяна Алексеева по наехавшим влогу. Пока-пока. Пока. Сейчас Богдан договорит свою сториз, потому что у него очень звонкий голос такой бархатистый. Че ты? Я заснел, я заснел. Что? А, да, давай, давай. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok